Мы надеемся, что нам демонтируют всю старую проводку, которая у нас сейчас здесь висит в безобразном состоянии. Она так и осталась. Старая проводка, неровный пол и плохо покрашенные стены. Такой капитальный ремонт получили жители дома 65 по улице Космонавтов Комарова. Подрядчики вели ремонт в нарушение всех правил, вспоминают владельцы квартир. Штукатурили здание в мороз и перекладывали крышу в дождь. Все, как такой весь третий этаж, весь плавал. Потому что они все делались в ливень после демонтажа старого потолка, который у нас не тек крыши. У всех квартиры потекли и всем делали обратно ремонт и перестраивали потолок. Региональным фондом капитального ремонта остались недовольны жители 70 многоквартирных домов. Жалобы астраханцы направили в областную прокуратуру. Эту проблему обсуждали сегодня на открытом форме. По каждому эпизоду проведена проверка. Более 30 представлений уже выписано в адрес фонда капитального ремонта. В очереди на капремонт сейчас свыше 5000 домов. Астраханцы боятся, что не успеют войти в программу. Жители зачастую не понимают, почему дома, построенные в первой половине прошлого века, в очереди значатся позже вчерашних новостроек. Мы все прекрасно понимаем, что срок службы у каждого дома свой. Смотря из каких материалов он построен, на каком участке местности, имеется ли заболочность территории и так далее. Поэтому включение и изменение очередности должно носить индивидуальный характер. Если ранее фонд капремонта жаловался на плохую собираемость платы жителей, то сегодня наполненность фонда свыше 80%. А это значит, что средства есть. Остается дело за качеством ремонта. Руководство области готово взять часть затрат по капремонту. Если все будет получаться, то мы, наверное, при корректировке бюджета, вместе с Игорем Александровичем, с депутатским корпусом, примем все-таки принципиальное решение соучастия бюджетов в ремонте лифтов. Потому что дорогие они, конечно, миллион 200-1,5 миллиона. Это очень много надо складывать. Возможно, на новый лифт жителям складываться не придется, а вот задолженность по коммунальным платежам погасить необходимо. Общий долг астраханцев перересурсоснабжающими организациями – 4,5 миллиарда рублей. Эти средства могли пойти на реконструкцию коммунальных сетей. Коммунальщики идут на крайние меры, перестают подавать ресурс. Житцы многоэтажек, даже те, кто платит по счетам исправно, остаются без воды. До сих пор воды нет. Вот оно, видите, то есть, то нет. Это, видать, холодно идет. Там и на кухню можно. А почему нет? Что вам говорят в управляющей компании? Говорят, задолженность. Ну, в наших домах. У меня-то нет задолженности. Жители Южной-23 уже более месяца греют воду на плите. Горячую воду в трех подъездах отключили за долги. Из-за нескольких неплательщиков не должны испытывать неудобства все остальные, уверен областной прокурор Александр Лучагин. С нами проведена проверка. Мы приняли меры прокурорского реагирования, внесли их представление в Астраханские тепловые сети. Кроме того, мы направили материалы в службу жилищного надзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности. И в расчетный центр нами направили информацию для того, чтобы жильцам произведен был перерасчет. Потому что, извините, месяц воды нет горячей, плата взиматься не должна. За горячую воду в мае жители Южной-23 платить не будут. А вот погасить предыдущие долги необходимо. Ни жильцы, ни УК, ни ресурсоснабжающие организации не вправе решать жилищные проблемы в обход закона. Только за прошлый год областная прокуратура выявила 2700 нарушений закона в сфере ЖКХ. Заведено 5 уголовных дел. Сократить официальную статистику нарушений во многом поможет такой формат общения, как открытый форум прокуратуры по жилищно-коммунальным вопросам. Жанна Алиева, Вадим Атасов, Центр новостей.